В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанской области новый губернатор. Мошенники атакуют под угрозой пенсионеры. Чистое золото. В области работает один из крупнейших афинажных предприятий России. И парковка на вокзале Рязань-1 снова станет платной. Главная новость этой недели. Олег Ковалев написал заявление о досрочной отставке. Как заявил уже экс-губернатор Рязанской области, сделал он это еще в начале прошлой недели. Временно исполняющим обязанности губернатора региона. Президент страны Владимир Путин означил Николая Любимова. Ранее Любимов занимал должность вице-губернатора Калужской области. Эксперты объясняют назначение экономическими успехами региона и опытом депутата. В течение 9 лет главой Рязанского региона был Олег Ковалев. Вчера он досрочно, добровольно сложил свои полномочия. А сегодня в силу вступил указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. Со вступлением его в должность многие связывают большие надежды. Николай Любимов с сентября работал депутатом Госдумы от Калужской области. Глава государства 14 февраля встретился с Любимовым, предложив ему сделать Рязанскую область не хуже, чем Калужскую. И главное, быть поближе к людям. Если я вам предложил возглавить соседний регион Рязань, сделайте там как минимум, чтобы было как минимум, как в Калуге. Какие вы видите вообще там перспективы? Считаю, что эта область очень перспективная, конечно, очень красивая, с культурно богатым, в прошлом и историческом, с богатым потенциалом в сфере туризма, ну и, конечно, промышленно развитый край и сельскохозяйственно развитый. На церемонии официального представления чиновника в областной думе присутствовали депутаты, члены регионального правительства, руководители подразделений федеральных ведомств и муниципалитетов, а также общественные деятели. Представил любимого полномочный представитель президентов ЦФО Александр Беглов. Перед регионом стоят непростые задачи и новому руководителю области нужно будет находить дополнительные импульсы для развития территории. Николай Викторович опытный управленец, он прошел все ступени региональной карьеры, хороший финансист, экономист, хорошо знает, как устроен регион и определенное время поработал в федеральном центре, в государственной думе. И я уверен, что его профессиональный опыт пригодится области, сумеет выйти и область сумеет выйти на лидирующие позиции по всем направлениям. В СМИ активно обсуждают, что ротация кадров неизбежна. Однако временно исполняющий обязанности рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что не будет приглашать на новую работу старых коллег. Он отметил, что в своей работе намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины. Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или из Москвы. Здесь очень много талантливых и перспективных людей, и я со своей стороны постараюсь использовать свой опыт муниципальной, региональной, федеральной работы на благо развития Рязанской области. Очень рассчитываю также на помощь актива местных жителей, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от Рязанской области, депутатов областного, городского, местных собраний. Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России. Сегодня поступила информация о назначении в администрации Рязани двух новых руководителей подразделений. Должность начальника управления образования и молодежной политики вступил Алексей Зимин. Бывший, исполняющий обязанности ректора РГУ, сменив Виталия Еремкина, который теперь станет директором строящейся школы в Песочне. Пост начальника управления благоустройства города заняла подмосковная чиновница Елена Литвинова. Последуют ли другие перемены в аппаратах власти, покажет время. На официальное представление преемника Николая Любимова пришел покинувший пост рязанского губернатора Олег Ковалев. Уважаемый Николай Викторович, я искренне желаю вам успехов в руководстве регионом. Рязанская область обладает большим, действительно большим потенциалом. Многое сделано для ее развития, но еще больше предстоит сделать. Я уверен, что Рязанская область ждет хорошее будущее. Дорогие друзья, к вам я обращаюсь с просьбой поддержать Николая Викторовича в его работе. Ему оказал доверие наш президент Владимир Владимирович Путин. Я со своей стороны, где бы ни работал в дальнейшем, буду делать для Рязанской области все возможное, что будет в моих силах. Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о Думе с автографами всех депутатов и часы. А вступивший в должность временно исполняющего обязанности главы региона Николай Любимов предложил Олегу Ивановичу стать советником губернатора на общественных началах. Я хочу отметить, что Олег Иванович востребован на федеральном уровне и уверен, что он продолжит свою работу на благо Рязанской области и в дальнейшем. Олег Иванович, спасибо вам большое. Кроме прочего, Николай Любимов сообщил, что его семья, жена и две дочери-школьницы полностью поддержали решение чиновника и планируют переехать с ним в Рязань. Временно исполнять обязанности губернатора Николая Любимов будет до сентября, пока не состоятся выборы губернатора. В Рио у рязанского губернатора Николай Любимов определится с необходимыми регионопеременами не позже конца весны. Об этом он заявил в эфире федерального канала в пятницу. Вообще принято говорить 100 дней, но за 100 дней нужно уже выдвинуть какую-то программу перемен, если они нужны, выдвинуть социально-экономические программы, которые будут уже нацелены на решение долгосрочных проблем. Политик также заверил, что пока не будет делать резких перемен и неожиданных структурных перестановок в руководстве региона. Резких перемен и каких-то структурных перестроек неожиданных их в настоящее время не будет, потому что я не сторонник рубить с плеча. То есть мне надо абсолютно вдумчиво во все вникнуть и понять, какие люди сейчас работают в правительстве Рязанской области. Любимов рассказал, что уже встретился с главой Рязанем и увидел у города перспективу стать одним из лучших в стране. Политик признал, что одна из важнейших проблем, которая вызывает серьезнейшие нарекания жителей – это местные дороги. По мнению Любимова, также Рязанской области нужно избавиться от второй смены в школах, улучшить медицинское обслуживание, подключить к интернету даже самые отдаленные уголки, а также создать стройную систему привлечения инвесторов. Также Николай Любимов заявил, что с самого начала будет вести открытую политику. Хотелось бы уже с первых шагов привнести нового. У Олега Ивановича, наверное, просто другие задачи были, он по-другому их для себя формулировал. Это, конечно, более открытая политика в отношении, скажем, других партий, в отношении общества, общественных организаций. К другим темам. Четыре тонны некачественной продукции было снято с реализации за прошлый год в Рязанской области. Это около тонны молока, 400 килограммов мяса и мясной продукции, 200 килограммов кондитерских изделий. Но больше всего нареканий к фруктам и овощам. В них обнаружены пестициды, радионуклеиды, свинец и ГМО. Также в прошлом году Роспотребнадзор по Рязанской области выявил три предприятия «Призрака». Речь идет о продукции, на этикетках которой были обозначены производители, якобы находящиеся на территории региона. Парковка на вокзале Рязань-1 снова станет платной. Она будет работать круглосуточно, стоимость одного часа стоянки обойдется в 30 рублей. У парковки появился новый арендатор. С ним власти города заключили договор. Напомним, предыдущий отменил первые бесплатные минуты нахождения на территории вокзала и также задолжал в муниципальный бюджет изрядную сумму за аренду участка. В декабре власти расторгли с фирмой договора и закрепили 15 минут без оплаты на платных парковках законодательно. Полицейские отмечают, проблема мошенничества остается довольно острой. Жертвами зачастую становятся пенсионеры. Способы обмана разные. Результат один. Пожилые люди остаются без денег. За мошенничество дают до шести лет тюрьмы. Но поймать таких аферистов – задача для полиции не из легких. В большинстве случаев подобные дела нераскрываемые. Поэтому стражи порядка большую роль уделяют профилактике и предупреждению. В период Нового года произошел спад деятельности мошенников, работающих через интернет или сотовую связь. И тех, кто предлагает свои услуги под видом представителей газовой службы или социальных работников. И вот сейчас наступил пик их активности. Сотрудники полиции работают во взаимосвязи друг с другом на общих собраниях. Ежедневно с утра зачитываются сводки происшествий. Выясняется, в какой сфере были совершены преступления и в отношении каких категорий граждан. На основании данных сводок мы ежедневно проводим анализ, выявляем наиболее уязвимые места, а также районы, где проводились мошенничества, совершались. На основании анализа мы проводим совещание, на котором определяем круг обязанностей участкового, которое необходимо ему провести для профилактики данного вида преступления. Участковые – это первая инстанция на пути предотвращения преступлений. Ежедневно они проводят беседы с гражданами, рассказывают о возможных видах мошенничества и раздают памятки, в которых рассказывается правда о мошенниках и методах решения странных ситуаций. Одновременно с этим участковые выясняют, происходят ли сейчас мошеннические действия в районе. Вам когда-нибудь обращались люди, которые пытались чем-то заманить, денежные средства с вас взять? Вот на той неделе, но он ничего не успел сказать. Он сказал, мы предлагаем льготы пенсионерам. У вас пенсионеры есть, мы предлагаем вам льготы. Ну, муж говорит, не надо нам ничего. Он вообще даже, мне кажется, что выпивший даже какой-то парень. Какая служба приходила к вам? Нет, а он не успел сказать. Муж закрыл дверь и все, у нас общий коридор закрывается, поэтому туда прям... И как часто такие у вас бывают? Нет, вот первый раз. Ваш сын или ваш дочь я забыл. Вот попали в аварию страшную, нужно помочь им. Я говорю, вы извините, у меня дочерей нет, у меня только сыновья. В таком духе ответил, и они бросили тропку. Вот что, что выиграли было? Так, а как бы данная ситуация действовала? Никак, не звонил, да и все. А вот если придет смс, что ваша карта заблокирована, что будете делать? Ну, вообще-то мне говорили, что лучше не открывать это совсем сообщение, потому что с моей карты действительно снимут деньги. Да? Скорее всего, надо так и будет. Вот, ну я, в общем-то, наверное, открывать я не буду. Но иногда бывает, когда что-то такая ситуация, неоднозначно, если по банку что-то, то можно позвонить на горячую линию. На горячую линию, которая написана где? На карточке. На карточке, но не на смс. Нет, на карточке. Что скажут, что я буду делать? То есть переведете деньги на тот счет, который вам укажут в смс? Да. Подобного рода мошенники будут промышлять, пока люди реагируют и поддаются на их уловки. Избегают проблем те, кто выучил правила поведения с преступниками, как дважды два-четыре. Я сразу понял, что это хотят с меня получить, просто так, как с куста снять денежки. Ну, вот так. Потому что я читал, газеты читаю. Нет, просто я работаю в школе, и нам учителя там говорили об этом. Проводится. Да. Вот я вам хочу памятку вручить. Здесь написано, осторожно, мошенники. Все мести, которые в последнее время мошенники осуществляют, еще вот если что, соседям, отдайте с вами. Хорошо. Профилактические ролики в интернете, в крупных торговых центрах, рейдовые мероприятия, пожилым домам и организация. Все это делают полицейские. В школах, в офисах, везде регулярно проводятся беседы, призывающие к бдительности. Но самыми ведущимися на провокации мошенников, по статистике, остаются пожилые люди. Люди в пожилом возрасте очень много хотят общаться. И не всегда есть возможность это делать. Поэтому любой человек, пришедший в гости, часто воспринимается действительно другом. Людям в пожилом возрасте хорошо быть чуть более настороженными. Но это им дается с трудом. По словам психологов, с возрастом у людей развивается доверчивость. И некоторые странные детали при общении с незнакомцами они часто выпускают из виду. Опыт у людей достаточно большой, но в данном периоде возрастном не хватает общения. Часто и со сверстниками, и со своими родственниками. Поэтому опыт не оказывает влияние на то, чтобы люди не попадали под мошенничество. Хорошо бы, чтобы родственники и знакомые пожилых людей начали уделять им больше времени. А тем, в свою очередь, пойдет на пользу общение с друзьями, знакомыми, детьми и близкими, и с теми же участковыми. Они сейчас нам говорят, что да, я знаю, что это мошенничество. Но основная масса людей, они уверены, что с ними этого никогда не произойдет. И когда им проступает этот звонок, они начинают действовать так, как им сердце подсказывает. И если это систематически, про это все-таки говорить, это как в школе. Если мальчику или девочке в таком возрасте постоянно говорить, то он все это начнет осознавать. Старые люди, они как маленькие считают. Еще раз напоминаем о необходимости забот о своих близких. Чем больше раз вы проговорите в семье о проблеме мошенничества, тем лучше. А если столкнетесь все-таки с неожиданными гостями или странными сообщениями, не спешите открывать дверь или переводить деньги на незнакомый номер телефона или банковской карты. Посоветуйтесь с близкими, с соседями, спросите документы у тех людей, которые представились, например, от имени газовой службы. Затем позвоните в соответствующую организацию, чтобы проверить, настоящие ли это газовщики. В любой момент готовы к тревожному выезду машины скорой помощи. Но как быстро они доедут до пациента, порой зависят от водителей других автомобилей. В СМИ регулярно появляется информация о том, как скорую не пропускают другие авто, из-за чего врачи не успевают помочь пациентам. В областном КИБДД отмечают, что игнорирование спецсигналов скорой помощи порой приводит к смертельным последствиям. О том, что скорую помощь на дороге нужно пропускать, знают все. Если не с пеленок, то со времен обучения в автошколе обязательно. Пункт 3.2 правил дорожного движения гласит, что при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства. Вот только находясь за рулем, мы любим, например, громко слушать музыку. А некоторые вовсе считают, что даже скорая может объехать. Не трамвай же. А между тем, любой сбой, любое препятствие на пути скорой – это вопросы жизни и смерти. Рязанские дорожные инспекторы решили проверить, насколько ответственны рязанские водители и провели специальный рейд. Передвижение скорой фиксировалось камерой. И если автомобиль не пропускали, информация о нарушении передавалась на ближайший пост. Нарушителей задерживали и наказывали. За данные нарушения законодательства Российской Федерации предусмотрены санкции в виде штрафа в размере 500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей внимательнее следить за дорожной обстановкой и своевременно пропускать автомобили со спецсигналами. Ну а прошедшее в нашем городе рейдовое мероприятие показало, что несмотря на то, что нарушения были зафиксированы, большая часть водителей все же понимает, что мешая движению скорой, ставят под угрозу чью-то жизнь и уступают дорогу, как и предписывают правила дорожного движения. В Госдуме рассматривают законопроект о запрете на странные имена, которыми порой родители называют своих детей. Авторы хотят ограничить право присваивать цифровые и буквенные обозначения, числительные символы, аббревиатуры и ненормативную лексику. Вот, например, лишь некоторые варианты, которые за последние годы были зарегистрированы в ЗАГСах. Девочек записывали как жестокость, океана, багира, радость и ландыш. Мальчиков, Люцифер, Дельфин, Саммерсет, Оушен и Царь. Во-первых, это может быть связано с какой-то потребностью родителей выделиться за счет ребенка, например. Точно может быть связано с тем, что родитель приверженец какого-нибудь течения. Или может за счет имени ребенка передать какую-то важную информацию. Например, в Советском Союзе было модно называть детей странными именами. Но они кажутся нам сейчас странными. А тогда в это имя закладывался определенный смысл. Это действительно очень важно. Родителям задумываться над тем, какое имя они хотят дать своему ребенку. Правда, странные имена носятся детьми по-разному. Часть имен вызывает просто удивление, а часть имен действительно осложняет жизнь ребенка. Это правда. Надевая золотые украшения, мало кто задумывается, какой сложный путь проходит этот драгоценный металл, прежде чем попасть к ювелиру. Золото не только добывают, но и очищают от всевозможных примесей. Этот процесс достаточно сложный. Им занимаются финажные предприятия, которых в России всего два. Одно из них находится в Рязанской области. Это слиток золота, пробу которого определяют как четыре девятки. По сути, это химически чистый драгоценный металл, доля примесей, в котором составляет порядка 10 граммов на тонну. Именно в таком виде он поступает к ювелирам, где уже после добавления других химических соединений золото превращается в изделие той самой 585-й пробы. Однако этому сложному пути драгоценного металла предшествует не менее сложный процесс очистки добываемого золота, который называется афинажем. В нашей стране всего 11 афинажных предприятий. И одним из самых крупных является Преокский завод цветных металлов города Касимова. Афинаж – это очистка благородных металлов, золота, от примесей. Ну, поставщики, которые добывают в недрах нашей земли драгоценные металлы, направляют нам афинаж, направляют нам сырье с разной частотой. Это от 1% до 90%. Мы в своем производстве производим химическую очистку этого золота, то есть убираем вульгарные примеси из сплава, и в итоге у нас получаются слитки золота, платина, палладия, серебра с частотой 4,9. Золото, содержащее сырье, на Преокский завод цветных металлов попадает со всей страны. Его структура разнообразна. Это и шлиховое золото, и золото, содержащее сплавы, и отходы радиоэлектронной и ювелирной промышленности. Все сырье нуждается в очистке. На сегодняшний день Преокский завод цветных металлов является единственным предприятием в России, который использует в технологии афинажа золота процессы царско-водочного электролиза. Внутри находится раствор царской водки. И плюс, почему называется, значит, царская водка, а ноткатод позволяет получать с помощью электролиза химически чистое золото. Сам состав раствора, технология подачи вот этого купажа больше и меньше, значит, сила тока и так далее, это все наши данные. Мы их никому и запатентовали. Сами установки, то же самое, это чисто разработка завода. Еще одна из технологий афинажа золота, используемая на заводе, химическая очистка. Металл загружается в реактор, в реактор заливается смесь азотной соляной кислоты, золото растворяется, переходит в раствор. Серебро, медь, серебро, которое находится в этом сплаве, осаждается на дно в виде осадка. Золото, в виде костяк, через раствор фильтруется и заливается раствор золотой на осаждение. Вот в этих реакторах двух происходит осаждение золота химическим путем. Полученное золото переплавляют и формируют слитки. Стандартные 12-килограммовые. Поднять их можно с большим трудом и мерные. Этот небольшой по размеру слиток довольно тяжелый. Весит он целый килограмм. А ежегодно на этом заводе производится более 60 тонн чистого золота. На заводе существует собственная пробирная лаборатория, в которой различными методами измеряют массовую концентрацию элементов примесей в афинированном металле, что позволяет гарантировать качество производимого продукта. Это прибор для определения содержания примесей в растворах. Как мы видим, с цеха финажного производства к нам поступает проба. Мы отбираем две оликвоты, чтобы проверить большие содержания и маленькие. И, собственно, с помощью этого прибора анализируем пробы на заявленные элементы, которые требуемы цехом. Прибор по подающей системе с капиллярами затягивает небольшое количество пробы внутрь, где в разряде высокочастотной индукционной плазмы происходит ионизация элементов. И они начинают светиться, каждый на своей определенной длине волны. Собственно, эту информацию с помощью программного обеспечения мы и считываем из этих растворов. Познакомиться с процессом очистки золота журналисты смогли благодаря пресс-туру, организованному Пробирной палатой России, которой 13 февраля исполнилось 317 лет. Сотрудники палаты также приняли участие в пресс-туре и рассказали журналистам об основных аспектах деятельности Пробирной палаты, которая, по сути, является главным надзорным органом в сфере оборота драгоценных металлов. В Российской Федерации по законодательству обязательному опробованию и клеймению подлежат ювелирные изделия. Все ювелирные изделия, предназначенные для реализации. То есть, все то, что вы покупаете в ювелирных магазинах. На себе эти изделия должны иметь государственное пробирное клеймо. Это легко проверить. В магазине можете любого продавца спросить, где клеймо Пробирной палаты. И там в обязательном порядке должно стоять это клеймо. Выглядит оно достаточно просто. Это силуэт русской женщины в кокошнике. Традиционное российское клеймо. До этого была пятиконечная звезда. И, соответственно, на изделии, если это изделие находится в продаже, вы вам должны показать, что вот на этом изделии есть клеймо. Вот так нам выдалась уникальная возможность не только познакомиться с процессом очистки драгоценных металлов, но и подержать в руках химически чистое золото наивысшей пробы. Известно, что лицеист Александр Пушкин владел искусством публичного выступления не хуже, чем озами стихосложения. Продемонстрировать свои навыки теперь придется и девятиклассникам. В этом году они впервые сдадут экзамен по устной речи. Пока проект пилотный, но со следующего года экзамен станет обязательным. Подробности в репортаже Галины Ершовой. Правильные интонации, красивый тембр голоса и искусство убеждения. Министр образования уверена, что помимо письменных работ, ученики должны уметь правильно говорить. В этом году девятиклассники сдадут пробный экзамен по устной речи. Со следующего года он станет обязательным, наравне с русским языком и математикой. Но кто поможет подготовиться, если в школах нет предмета по технике и культуре речи, а на уроках литературы занимаются совсем другими вещами? На помощь придут кружки или самообразование, ведь публичное выступление – это отдельная наука. Там и момент арфа и эпи есть, это правильное литературное произношение, дикционные проблемы, которые часто у детей бывают. И самое главное, сейчас идет эмоциональная зажатость ребенка. Не бояться публичного выступления, чувствовать себя очень свободно, раскованно – это уже момент актерского мастерства. Подготовиться к такому экзамену за 2-3 дня не получится. Чтобы получить первые результаты, придется заниматься несколько раз в неделю, хотя бы полгода. На помощь придут несложные упражнения. Так. Раз! Хорошо. Раз! Все отлично. Раз! Молодцы. Отдохнули, руки вверх. Водопад! Водопад! Как? Просто посылать или как? Да, конечно. Водопад! Глубокий вдох и мощный выдох, скороговорки, разогрев мышц лица. Смешные упражнения принесут огромную пользу, но делать их нужно регулярно. А чтобы обогатить свою речь удачными оборотами, старайтесь побольше читать и лучше вслух. Надевать не стану юбку узкую, но чтоб казаться чуточку стройней. Я люблю свою фигуру, русскую. Как там говорится? Все при ней? Но главное стоит помнить, что грамотная и вежливая речь – это образ жизни, который может стать вашей профессией. Учителя, актеры, журналисты делают эти упражнения каждый день. При этом их настроение и домашние проблемы остаются за кадром. К сожалению, об этом простом требовании забывают сотрудники муниципальных служб, чья работа также связана с ежедневным общением с людьми. В нашу компанию регулярно обращаются жители города, которым нахамили по телефону и не захотели помочь. В течение трех дней я дозвониться не смог в теплосеть. Вот в платежку берешь, там номер телефона. Они или не берут, или заняты, не берут, или заняты. А люди, которые дозвонят, всех отсылают к президенту. Вот скажите, пожалуйста, что происходит на совхозном проезде 15? Почему там мусор никак не вывозят? Директор, звоните. Там не берут трубку. Я вот просто живу в 15-м доме. Не знаю, мы вас не обслуживаем, поэтому все вопросы с директором. А кто должен обслуживать? С директором, я вам сказала, все вопросы. Скажите хоть что-нибудь, что там происходит? С подобным поведением люди сталкиваются постоянно, причем в и так стрессовой ситуации. Ведь поводом для звонка в управляющую компанию или ЖЭО становится отсутствие горячей воды, отопления или даже потоп. Психологи советуют не идти на поводу у скандалистов и сохранять спокойствие. Когда мне начинают хамить, а там автомобилист или еще кто-то не так припарковался, или еще, или еще. Я всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Это рвет шаблон. Однако запаса терпения хватает не всегда. Мы надеемся, что отзывчивость и грамотная речь станут нормой для всех, чья профессия связана с людьми. А новый экзамен придется сдавать не только школьникам. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете также увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok